Туда, сюда, туда, сюда. Опа, опа, опа. Встаю, так? Начинаю. Опа, опа. Лыжные гонки руками, наклоны туловища, отжимания. С этих незамысловатых упражнений 91-летний Николай Исаков начинает свой день. Любовь к спорту нахлынула еще в юности. Все начиналось с гимнастики. Когда Николай Васильевич вернулся после армии, увлекся штангой. Особая страсть – соревнования. Мужчины не помнят и дня без тренировок. Они – неотъемлемая часть завоевания чемпионских титулов. Совсем недавно легенда Ульяновска вернулся с чемпионата России. Выиграл абсолютное первенство среди выступающих и установил три рекорда России в своей возрастной группе. То есть соперников у меня там нет. Соперник – это мой возраст и штанга. Таким соперникам Николай Васильевич пока что не собирается проигрывать. Еще одна победа – выполнение трех упражнений комплекса ГТО на золото. Легче всего удалось сгибание и разгибание рук в упоре. В перерыве спортсмен проверяет пульс и давление. Показатели в норме, а значит, можно смело брать новые вершины. Опа, 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 опа. Минус четыре даже есть. Николай Исаков признался – к испытанию предварительно не готовился. В своих силах был уверен. И не зря. Все три необходимых упражнения выполнены. До получения заветного значка осталось преодолеть еще два норматива – плавание на 25 метров и смешанное передвижение на 1000 метров. На данный момент Николаю Васильевичу нет равных во всей стране. Нам же чемпион раскрыл свой главный секрет долголетия и отличной физической подготовки. Ну, залог успеха – это систематические занятия физкультурой и спортом. В спорте я более 70 лет. Вы представляете? Николай Исаков – пример для молодого поколения. Равняясь на его успехи, силу воли и выносливость, комплекс упражнений выполнили будущие пилоты. Около 80 студентов Ульяновского института гражданской авиации старались поддержать высокозаданную планку. У каждого из них есть любимые нормативы, с которыми справиться легче всего. Для остальных же важна хорошая подготовка. Я студентка первого курса и я знакома с нормативами ГТО, потому что я их сдавала уже в 11 классе перед поступлением в этот институт для получения дополнительных баллов. Я считаю, что может выполнить любой человек, но нужно иметь определенный уровень подготовки и осилить их может абсолютно любой человек. Самое главное, что чтобы осилить? Надо заниматься спортом постоянно. Сдавали студенты пять нормативов, среди которых бег на короткую длинную дистанцию, прыжок в длину с места. Это элементы внутривузовского этапа Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». По его итогам отберут 12 лучших студентов. Для того, чтобы они потом в дальнейшем сформировали сборную для участия уже в региональном этапе. По итогам данного внутривузовского этапа будет сформирована сборная из 12 человек, где 6 человек участников и 6 человек запасных. В сборную попадут студенты всех ульяновских вузов. Региональный этап пройдет в мае этого года. По его итогам команда университета победителя поедет в Ханты-Мантийск представлять Ульяновскую область. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Улправда. ТВ.